Всем привет друзья, с вами как всегда Леар. Сегодняшний ролик будет посвящен вселенной Робогейр Баттл и Бронепехоте. Все это будет про сражения на разных планетах, шагающих роботов и две враждующих стороны. Даже если вы никогда не слышали об этой вселенной, но являетесь фанатом Вархаммер 40 тысяч, стоит вам посмотреть эти картинки, вы сразу почувствуете флешбеки и дежавю. Интересно почему? Сейчас узнаете. Начать нужно с компании Технолог, которая была создана в 1987 году. Именно благодаря ей многие дети 90-х годов играли в битвы фэнтези разных робозверей и прочих рыцарей. Я бы с радостью сейчас рассказал вам про битвы фэнтези, но думаю, что тогда ролик затянется еще на 2 часа. Поэтому останавливаться на них не будем, а сразу перейдем к Робогеру. Примерно в 2001 году Технолог создает новую вселенную и начинает выпускать для нее наборы, которые тут же получают название «Русский Вархаммер». А все потому, что игра как внешне рисунками и первыми модельками, так и описанием была ну просто пипец как с ним схожа. Вот послушайте хотя бы краткую историю этой вселенной, которая носит название Старсис. К концу 24 века люди перенаселили нашу планету. Города стали настолько большими, что Москва и Питер превратились в один. На Марсе, Венере и других планетах уже были построены колонии, но даже это не спасало нас от перенаселения и нехватки ресурсов. К счастью, в том месте, где упал Тунгусский метеорит, люди неожиданно обнаружили двигатель инопланетного корабля и со временем смогли его освоить. Корабли получили возможность перепрыгивать через большие расстояния и появляться почти в другой точке галактики. Первые прыжки были ненадежными, поскольку многие корабли не возвращались. Но когда установили сеть маяков, которые направляли дальние корабли, началась массовая экспансия. В 2862 году начался первый кризис. Разведкорпус превратился в единую организацию, которая теперь могла обеспечить себя и не нуждалась в помощи Земли. Став независимой фракцией, они выбрали звездное скопление на краю исследованного пространства и сделали его своим домом. В попытке вернуть контроль над колониями, правительство Земли приказало создать огромный межзвездный двигатель. План был очень прост. Вместо создания тысячи кораблей, телепортировать родную Землю к независимым колониям, высаживая свои армии и заставляя их платить налоги. Потребовалось больше века на создание этого двигателя, но когда он был активирован, Земля просто исчезла. Она не появилась там, где должна была, и теперь, спустя века, является легендой из далекого прошлого. К 30-му столетию без единого центра управления войны гремели по всей области расселения, или как она еще называлась, доминион человечества. В изоляции многие колонии деградировали и опустились в средневековье. Мечи и кони были по соседству с плазменным оружием и гиперсвязью. В 1998 году 24 самых развитых мира доминиона объединились в торговую лигу. Лига поставила себе цель восстановить сеть гипермаяков и объединить доминион. Появлялись новые торговые пути, с которыми возрастала угроза пиратства. Торговая лига быстро сформировала свои вооруженные силы и переименовала себя в торговый протекторат. Войска протектората тут же навели порядок на многих планетах, даже на тех, кто не вел с ними торговлю. Озлобленные миры отказывали протекторату в торговле и военной поддержке. На многих мирах возникало напряжение, конфликт был неизбежен. И когда доминион был готов начать войну против самого себя, на сцене появился более опасный враг. В 4451 году флот тяжелых космических кораблей неожиданно атаковал планеты под контролем протектората. Из них высаживались элитные солдаты, все как один похожие друг на друга. Войны-клоны империи Полярис. Той самой, что когда-то была разведкорпусом, но затем стала независимой фракцией и улетела на самый край доминиона. Их первые столкновения стали неожиданностью для всего доминиона. В течение 10 лет империя поработила людей на 3000 планетах и собиралась захватить еще столько же. Поначалу мятежники протектората радовались, но затем поняли, что империя во многом хуже, поскольку она проповедовала веру идеального человека. Каким мог быть только воин, все остальные должны быть рабами. В первые годы войны протекторат не мог оказать противнику сопротивление. Вторая волна вторжения тоже закончилась полной победой империи. Более 5000 планетарных систем оказались под властью императора. На этом я, пожалуй, остановлюсь. Дальше у них там просто идут сражения, но, кстати, довольно интересное сражение, если почитать. Попытка государственного переворота в империи. Пытались убить императора, но его защищал дворцовый легион. Потом битва у крепости молодых ростков, где сразилось два героя. Да, я знаю, вы сейчас видите дредноута. Чисто слизанного дредноута. Но нет. Это как бы лорд Эркхард сидит в своем боевом роботе и сражается с советником Марк Чангом. А это у нас так называемые трибунаторы. Хотя любой фанат Вархамме расскажет, да это же обычные терминаторы. Ну, в принципе, так и есть, потому что они являются элитной пехотой. Через какое-то время им, конечно, добавили второй вид бронекостюмов, что стало их отличать от терминаторов. Кто-то может сказать, что это все жесткий плагиат. На самом деле, его тут и так уж и много. Хотя он очень заметен. Слава богу, тут нет примархов. И все герои делятся на лордов империи и советников протектората. В отличие от Вахи, где очень много рас, тут всего две конфликтующие стороны. Протекторат и империя. Ну, плюс еще пираты и наемники. То есть сражения происходят чисто между людьми. Хотя стоп! Тут есть орки-мутанты. Вот это поворот! Со временем компания-технолог решила избавиться от прямого копирования, кое-что изменив в игре. Например, сменили зеленый логотип бронепехоты на черный. А также изменили символы конфликтующих фракций. Теперь торговый протекторат перестал носить символ восьмиконечной звезды. А у империи Полярис больше не двухглавый орел. Хотя старые символы до сих пор остаются на старых обложках и картинках. Благодаря подобным изменениям и добавлениям новых моделек, вселенная Робогер получила свою приятную атмосферу, в которую, если вникнуть, можно заметить много отличий от того же Вархаммера. В первую очередь это шагающие роботы и гусеничные танки. Если же главной фишкой Вархаммера всегда был космодесант, как фракция, как суперлюди, как защитники Империума, то здесь фишкой являются боевые машины. Любой, кто играл ими с друзьями или брал их в руки, скажет, они классно стреляют. Стоило поставить их на стол или на пол, зарядить пульками и пиу-пиу, твой шагающий танк сбивал с ног вражеских солдат. Но самое приятное в сборке было то, что модели не требовали клея. В любой момент своему танку можно было сменить оружие, например, пусковую установку заменить ракетами. Также в игре были облегченные правила, не требующие сильных запоминаний. Просто ходишь, кидаешь кубики, стреляешь. Следующий ход. Опять кидаешь кубики, стреляешь, рукопашное и так далее. В любой момент твои солдаты могли залезть в любую боевую машину. Если, конечно, предыдущий водитель был убит. Или же захватить вражескую. Вообще, к этой игре было придумано очень много интересных миссий. Такие как штурм, приманка, освобождение. В которых были свои правила. То есть было во что поиграть. Робогейр Баттл был, конечно, немного другим. И не столь интересен. Там было всего 4 вида оружия. Гранатомет, пулемет, снайперка и автомат. Из-за этого и правила были еще проще. Но в сути игры это не меняло. Для увеличения фанатской базы стали даже выпускать мультфильмы. И делать по вселенной игры. 3D мультфильм длился 11 минут. И несмотря на простенький графон, сюжет у него сделан довольно неплохо. Мне особенно понравилось, что командир роботов Алекс Белинский Называл там свою подружку котенком. На создание игр потратили больше внимания. В 2005 году была создана игра для мобильных телефонов. Робогейр Баттл. Вы можете хорошо ознакомиться с ней в моем прошлом ролике. В эту джава игру играли через Моторола, Нокия, Самсунг, Сименс, Сони Эриксон. Но к сожалению она не получила своей популярности. И тогда технолог решил создать компьютерную игру. Если вам интересно, то про это тоже можно выпустить отдельный ролик. А все потому, что в отличии от телефонной игры, компьютерная не вышла в свет. Хотя у нее было очень много наработок и артов. А что же было дальше? А дальше произошел небольшой кризис. Постепенно кончались идеи и игра пошла на спад. Хотя в 2010 году технолог начал разработку новой игровой системы. Где хотел объединить бойцов протектората, империи, уменьшенных киберонов и абсолютно новых монстров под названием Чужих. Все это должно было называться космодесант. В истории сказано, что разведка империи обнаруживает киберпланету, отправляет туда отряд космодесанта, который встречает киберонов. Там ничего не сказано про чужих, которые в дальнейшем, возможно, должны были стать третьей стороной. Но так получилось, что после выставки в 2010 году про эти наборы забыли и не стали их выпускать. Только в 2015 году вспомнили и создавали вот в таких маленьких пакетиках. А что до самого Робогейра и Бронепехоты, так они до сих пор создаются, только не в таком масштабе, как раньше. Мало выпускается новых наборов, да и вообще сейчас больше внимания заострено на битвах фэнтези и других продукциях. Ну что же, друзья мои, я думаю, нам пора заканчивать. Робогейр Баттл и Бронепехота. Классные наборы детства. Кто согласен, ставьте лайкос. А с вами был Леар, сегодня я вам вкратце рассказал про вселенную, немного похожую на Ваху. Вот такой вот он, русский Вархаммер. Всем до встречи, всем пока.